Пытаюсь сверху бери. Прошлась 15 минут по дорожке, и мне стало плохо. Что такое? Что за груз печаль? И сразу с трубочки. Херакс! А он кипяток! Зашла в аптеку. Забыть! Да ладно! Вот смотрите, как взрослые люди развлекаются. Ну что, мои крошки, вот и Новый год. Крошки мои, привет! Начинаем новый влог. И это начало идёт до Нового года и продолжится с Новым годом вместе, потому что влоги снимать всё чаще нет времени, забываю включить камеру, поэтому получаются такие влоги насыщенные. Мне кажется, это даже и лучше. В них больше информации, больше дней. И за один влог вы узнаете больше обо мне. Сегодня у меня супер насыщенный день. Я уже столько дел поделала. Сейчас жду людей одних. Надо пообщаться. А потом поеду в спортзал. Да, сегодня у меня спортзал. Ещё нужно купить ткань для свитшота. В моей любимой студии фактура будем шить свитшот. Ой, что ещё сегодня? Сегодня ещё нужно отправить посылки. Я начала уже, да, худеть. И мне обязательно... Ну, не то чтобы худеть. Я поняла, что мне худеть не надо. Просто я хочу поднакачаться, всё поднабрать. Поэтому собираюсь пойти. Я, кстати, вам не сказала, собираюсь пойти на тренировки. Но я вам не сказала, что вчера я сходила на тренировку, прошлась 15 минут по дорожке, и мне стало плохо. Менеджер сказал, что у меня, видимо, упал сахар. Говорит, возьмите сахарочек. Но я не стала дальше заниматься. Пошла домой, решила прийти на следующий день и сходить на йогу. Я собираюсь в первой половине дня начать ходить каждый день, через день. Ну, лучше каждый день. Типа пилатес, йога, такое всё. И делать сначала полсилы, а потом уже полностью. И сегодня я уже должна купить абонемент, должна определиться. Ну, годовой абонемент выгоднее всего, конечно. Наверное, его и придётся взять. Это такой будет подарок мне на Новый год. Ну, а вокал уже будет после Нового года. Так что, тадададам, я занимаюсь. Надеюсь, я не брошу это. Хорошее занятие. Ещё, как я говорила, мама открыла канал. Ну, как бы, всегда, когда я буду говорить о маме, или она будет в моём видео, всегда ссылочку под видео на её канал буду оставлять, кто ещё не видел. И она начала худеть. Ей надо скинуть минус 10 кг, а она сидит на раздельном питании. Ну, рассказывает, конечно же, там все свои блюда. И, соответственно, приходит домой и ничего не готовит такого мне вредного. Она всё ест такое, и как бы меня тоже на это подсаживает. В общем, глядя на неё, я теперь тоже утром начала есть кашки. Всё такое полезное, в общем, не вредное. Ещё взяла себе всякие витамички, потом дома покажу. Там коллаген из НЛ. У меня просто подружка занимается НЛ. И всё время в сторис я вижу, то она коллаген какой-то, то она какой-то дрин-эффект вот выпила сейчас. Видно, не видно? В общем, чтобы вода там уходила с организма. Но я просто люблю, когда занимаюсь или что-то к чему-то иду, то мне нужны побочные такие вещи. Мне кажется, они мне психологически помогают. Не знаю, как насчёт эффектов реалия, но психологически помогают. Мне нужно, я, например, качаю пресс, мне нужно пластырь налепить на живот. Типа жир ещё помогает уходить. И типа я пластырю помогаю. В общем, я люблю все эти штучки. Витаминки параллельно, правильное питание и спорт. И ещё что-нибудь, ещё что-нибудь. Короче, вот так я это делаю. Вот такие дела. Так что свидимся, когда будут новые события. Доброе утро, мои крошки. А я не помню, на самом деле сижу и думаю, рассказывала, как я позанималась второй день. Всё, я взяла себе абонемент. У меня, кстати, что-то подвысыпает меня. Тысяча чумок. Позанималась хорошо в этот раз. Я теперь подготовилась, уже выпила всё. Сейчас покажу, кстати, что я купила. Вот, купила Драйан Эффект Ред вишнёвый. Я просто вишню люблю. И его я пью за полчаса до еды, утром. Один стик. Нужно там один или два. В общем, здесь 20 стиков. И водички разбавляешь, и пьёшь вишнёвый напиток. Вот это классно. Я не люблю просто никакие капсулы пить, глотать. И ещё вот эта мне штука очень нравится. Коллаген. А пью его во время еды тоже один стик в день. Как раз-таки вот, ну, завтрак, да. Я сейчас себе сделала овсяночку. Выпила уже Драйан Эффект. Начинаешь, ну, начинает включаться организм. Позывы в туалет постоянно. Поэтому лучше в первой половине дня это делать, наверное. Такие батончики с фиником новые. Ну, они такие очень сильно сладкие для меня. Вот я взяла тоже новый банан клубника. Я его ещё не пробовала. Один батончик с фиником я съела вчера, потому что я уже хотела кушать, а у меня ничего не было в сумке кроме батончика. И я его съела. Он, кстати, и сладкий, и повышает сахар. Короче, тренировка у меня прошла на ура. Я сходила не на йогу, а на стрейч с силовыми, короче, растяжкой, с силовыми упражнениями, там, комплекс. Нормально позанималась. Сегодня не так всё сильно болит. Но чувствуется спина, что мы со спиной поработали конкретненько. Вот, пока что сейчас по чуть-чуть, по чуть-чуть. Сегодня суббота. Сегодня у нас девичник в моей любимой студии Фактура. Сегодня мы будем шить юбки. Сегодня придёт к нам астролог, профессиональный фотограф. Мы будем делать карту желаний, мы будем пить шампанское, мы будем есть оливье. Короче, куча девчонок и классная атмосфера. Вообще, мне там так нравится. Я прям предвкушением каким-то иду на этот девичник. Кристинка придёт. Вот такие дела. А, сегодня пацана ещё стричь ведём. Но надо перед Новым годом красоту Насте. Дэнь, стричься будем? Дэни, будешь красивым стричься? И смотри, какая у тебя шевелюра выросла. Её пора стричь. У нас уже слёзы с утра. Увидел мальчика, стрягут и не хочет. Дэнь, ты готовишься морально? Пупсик. Короче, вот такой он заросший у нас до. Потом покажу, какой после будет. Что такое? Что за грусть, печаль? Стричься не любит. Я не знаю, когда полюбит. Даже игрушки не списаю, Дэнь. Ты таскаю у тебя в лицее? Смотрите, какой красивый мальчик. Всё выдержал. Зато какая стриха теперь у нас. Ну всё, красивую руку. Ну всё, смотри, на тебя смотрят все. Скажи всех здрасте. Дэнь, скажи всем привет. Соклюшка моя. Маши, всем привет. Скажи, это было жёстко, да? Ты, мама, офигела. Но ты всё равно всё вытерпел, хорошо. Ты настоящий мужчина. Боится ножницы, боится машинку. Очень. Прям, особенно машинку не так, как ножницы. Он прям аж трусится, как вот есть, знаете, страх у людей. Самый страшный, что прям вот просто уже сейчас вывернет наизнанку. И вот он так же, как только ножницы хватаются, он сразу прям... Пятняжка. Мамку за руку держал всё это время, да? Чего? Не хочешь? Нет. Ну всё, мы одеваемся и домой идём играть. Денька, сразу бегом к умывалке. День, хватит воду с щётки пить. Нужно зубки чистить. Я так обожаю вот эти боксеры вообще белые, мои любимые. Вот найду, если ещё где-то, наберу таких. Мужик мой. Вот так вот. Так мы соль притечистим. Всё высморкал? День. Всё высморкал? Пойдём играть. Всё, клади щёточку, выключай водичку. Молодец, пошли играть. Ну что, кружки, доброго вечера всем. Мы на Девишнике, приехала. И первое, что мы начинаем, сейчас покажу, сегодня будет розыгрыш. Я верю, удачу, вдруг я выиграю. Так, тут у нас примерочки. Поэтому мы с нами угощаем. Для безалкогольных у нас глинтвей. У нас будет розыгрыш. Здесь уже Кристинка и я бросили свои записочки. Вау, какая красивая девушка у нас пришла. Вы будете петь? Можно. Звёздные. Я спрашивала какой-то рискот, никто ничего не сказал. Да супер, краска. На желание. Будешь радовать наши глазки. Я вообще вот так пришла. Очень уютно. Ну, тоже будут поездки. Мы в одном стиле. Так, здесь у нас будет розыгрыш. Будут разыгрываться... Что будет разыгрываться, Полина? Три сертификата на мастер-класс по нижней глине. Я хочу. С кружевом уже. Вот и проверим. Вот вы всё время говорите. Вот не везёт в конкурсах, не везёт. Вот мне тоже всё время не везёт. Но я вот участвую и верю. Вдруг мне повезёт. Вот здесь у нас вот такой шикарный стол. Ой, какие вкусняшки. Смотрите, как оливье классно организовали. О, это идея, кстати, девчонки, для Нового года. Шампанское у нас тут. Так, первое, что мы начали, с тканей. Здесь у нас будет мастер-класс по рисованию. Что вы рисуете? Я буду рисовать в крыльху. Вау, как красиво. Мне нравится. Слушай, можно нарисовать вот здесь Селена Свей. И буду на фоне всё время ставить для девчонок. Можно будет подумать. И здесь у нас мастер-класс по рисованию идёт. Как организовать девичник? Да, вот это настоящий девичник, я понимаю. Здесь у нас девчонки все уже приготовили свои ткани. Я выбрала вот такую ткань. У нас будет пульсированная юбочка. Нам даёт мастер-класс. Надежда. Наши преподаватели. Постоянный, да. Так, Кристинке взяла вот такой зелёный цвет. Мне кажется, ей подойдёт. Но если что, мы можем поменяться, да? Это же круто. Сегодня я научусь делать юбку. Это классно. Ещё у нас сегодня много чего будет. И я по ходу действия тогда буду рассказывать. Потому что я всё не запомню. Очень много всего. Ну вот, моя юбочка готова. Смотрите. И знаете, что самое интересное? Что мне прям вот так и нравится под уги. Ещё, мне кажется, сюда прикольно будет огромную сумку. Чёрную. Будет очень круто. Ну вот, люблю я такой стиль. Чё скажешь? Нравится мне. Буду в ней ходить. Ну, не каждый день, конечно. По выходным. Я тут ваяла юбочку себе. Посмотрите, Кристина. Как мне предать? Чудеса там, где в них верят. Боже, ты сама придумала это. А слёзы видно на картине? Слёзы мои видно. Слёзы твои? Ты что, написала и сама не веришь в это, да? Крис. Я пока писала, плакала. Ты своём репертом. В них верят, я верю до слёзы. Вижу, я краски в слёзы. Я верю, что я верю, слышишь? До слёз. Пожалуйста, чудеса. Не обманывайте меня. Пожалуйста, нарисуйся. Товите-ка мне. Все рисуются. Конечно, тоже подустали. Подустали. Я когда рисовала, я время просто пролетало. Незаметно. Хоп, и я уже художница. Прикинь. Когда ты рисовала? Только я всё время рисую. Пятник, понедельник и среду рисую. Кистями? А? Кистями? Акварелью мы рисовали, тушью и карандашом. Всё на свете. И маркерами. Паривки. Смотрите, Кристина делает юбочку. Так, давай, что ты тут? Я делаю эту драпировку. Драпировку делаешь? Ты какие слова знаешь? Да, я делаю драпировку своими руками. Своими руками ещё? Да, драпировка магазинная, драпировка ручная. То есть двойная драпировка. У тебя будет дабл драпированная юбка. Дабл золотая. У Кристинки будет зелёненькая. Да, она не растягивается. Сама сказала изумруд. А теперь зелёненькая. А изумруд. Изюмруд. Изюмруд. Изюм. А я вот тут уже наполовиночку нарисовала свою картинку. Сохнет она у меня. Фон будет розовый. И потом я введу свои буковки, сердечки. Покажу, что получится. Ну что, вот и готов мой шедевр. С любовью от Селена Свой. 2019. Перемешай как следует. Да, своё имя. Моё там точно есть? Два раза? Да нет, один. А можно было два? Да нет, конечно. Все так сделали, а ты просто узнала. Да. Пытай сверху бери. А что, поменьше надо? Да не, не видно на самом деле. Не томи уже. Первый? Да, первый. Интересно, выиграю, нет? Может, вот так надо снимать? Может быть, я не знаю. Тогда ты не буду. Сейчас представь, что я реально буду. Ну я верю до последнего. Приятно, да? Вот такой щепетливый момент, когда вот ожидаешь. Ну вроде бы тебе как бы и не надо. Особенно. Но как бы хочется и приятно, да. Да. Мне надо. И... Ну я, то есть. Алина Сергеевна. Да? Ну всё. А я там была вообще или меня вытащили? Проверим. Другая проверяется. Ну что, мы с Кристиночкой закончили наш курс. Сделали карту желаний. Кстати, её показывать нельзя. Но я вам её покажу, потому что я считаю, что у вас у всех добрые глазки. И вы никто, ну, как минимум мою карту желаний точно не сглазите. Я в это верю. Тем более она недоделанная. Короче, вот такая карта желаний. Тут посередине будет моё лицо. И желания, которыми я буду активировать очень быстро все желания. В общем, тут дети, карьера. В общем, карьера – это бложки журнала. А что такое ЦУМ? Это в богатстве у меня ЦУМ. Но это значит, что денег настолько много, что ты идёшь в ЦУМ, короче, и там шопишься. Вот как, например, сейчас я иду и шоплюсь в Меги, так я хочу шопиться в ЦУМе. Но это значит, есть деньги, то есть, да. Но если нет денег, не будешь там в ЦУМе шопиться. Вот, ну, короче, любовь, мудрость тут. Ну, в общем, всё, всё у меня тут вообще благополучно, всё замечательно. Я ещё её доделаю. Вот, и сейчас мы пришли с Кристинкой ещё поесть да выпить. Я заказала себе Кривавую Мэри. Я, честно говоря, её так давно не пила. Если она будет крепкая, то я ещё закажу себе сверху ещё стакан томатного сока. Просто я захотела томатный сок и выпить. И что же это? Кровавая Мэри. А ещё я на ночь себе заказала сейчас, меня вот подвысыпала. Не знаю, с чем это связано, но я заказала себе сейчас жареную картошку. Жаркое, короче, со свининой. На ночь, полдесятого сейчас. Нормально я вообще? Кристина, что ты думаешь по поводу того, что я ем на ночь? Жаркое. Я считаю, если душа требует поесть жаркого и, в принципе, душа, Селена. Нет, подожди. Вообще жарено очень приятно. И если у тебя холестерин не повышен, то... Нет, подожди, давай ещё. Смотри, пока тебе позволяет твой возраст кушать. И вообще многие в определённом возрасте садятся уже на диету безхолестериновую. Всё я сказала? Да. Вот такая добрая подруга, заботливая. Вот смотрите, что я себе на ночь заказала. А ещё мне принесли кровавую мэри, но она для меня оказалась слишком... Не крепкой, а слишком остренькой. Я заказала ещё стакан томатного сока и разделила пополам, короче, чтобы было менее насыщенно. Ну вы поняли. Что крошки мои? О, вот так хорошо втяни, чтобы не было видно моих высыпаний. И меня жёстко высыпало вообще за долгое-предолгое время. Меня высыпало впервые. Я в шоке, не знаю, что с этим делать. Но я прижигала корвалольчиком. Ещё у меня куча всяких спреев там есть для проблемной кожи, которыми я не пользовалась. А теперь вот пшикаю-напшикиваю, вообще не понимаю, в чём дело. Либо что-то с едой связано, либо... Хотя, блин, так как я питалась, у меня должно... Вся морда прыщами должна покрыться. Реально, ну, просто фастфуда одни. И тем не менее ничего не было. А сейчас... Ну, я начала там пить коллагены всякие, витаминки. Может быть, из-за этого ещё на новое питание более полезное переходишь. И, может быть, сразу вылазит гадость какая-то. Может, так, я не знаю, короче. Но у меня даже перед днями не вскакивало, я же говорю. Сегодня утро после нашего вчерашнего девичника. И я такая вся... Сейчас ещё кофе возьму по дороге. Я опаздываю, естественно, уже без пяти-десять. Я должна быть в десять, там будет мне ещё ехать минут двадцать. Вот. Но я думаю, что все сегодня опоздают. Хорошо погуляли. Мы сейчас с Кристиной пошли посидели. Вот это вот можно было и не сидеть. Я ещё выпила эту, ну, вы помните, да, кровавую Мэри. И что-то голова какая-то такая. Хотя я выпила половину, считай, половину выпила от того, что мне принесли. Один стакан целый остался. В итоге разбавленный. Вот такие дела. Ну, заканчивать юбку. Я надеюсь, сегодня закончим мы её, мою красавицу. Будем стараться. Девочки, ну что, моя юбочка готова. Первая. Вот такая кожаная юбочка. Конечно, не под эти сапожки, но... В целом, очень-очень даже ничего. Шлица, как видите, выточки, змейка потайная. Короче, всё как положено. Вот я и сходила на йогу, позанималась. Успела каким-то чудом. На самом деле, пришла без трёх минут, представляете? Теперь уже надо кофе попить, потому что я сегодня его не пила. Вышла я со своего фитнес-клуба. Вот так он выглядит. Большой, с бассейном, с офигенными тренажёрками. Там даже есть отдел такой чисто для... Ну, экспресс такой вот, как мне надо. И для девушек. Прям на все мышцы, которые проблемные у девушек. Но я пока на общие хожу. На тренировки такие не хожу. А вообще, это парк, я не помню, как он назывался. Видите, вот здесь вот деревья. Ну, я думаю, летом тут прикольно. Ещё если лавочки поставят, будет круто вообще. Мы здесь играли с моей сестрой, гуляли. Это вообще улица, на которой она живёт. Вот там через дом. Бабушкин дом. Там тётя и сестра моя. И как бы детство много мы здесь проводили. Поэтому у меня такие ностальгические здесь воспоминания. Катюне мои привет. Мысли будет смотреть. Я помню, как мы тут развлекались. И через дорогу тоже парк. Парк электроник, по-моему, какой-то есть. Короче, я мало что помню. У меня с памятью проблемы. Но вот этот парк я помню. Как мы здесь с бабушкой, с сестрой гуляли, лазили. Там ещё где-то была эта железная такая ма, медведь. А на нём Маша сидит. И типа пирожки, короче, у него там просит. А, блин, хотела пожаловаться. Взяла кофе. Вот сколько убеждаюсь, кофе так редко где делают вкусный. Но мне уже кто-то советовал там кофе разный. Ну, короче, вот просто, знаете, такое ощущение, что везде, где продают кофе, в общепитах, они просто берут какой-то где-нибудь, я не знаю, где на складах, какой-нибудь старый, самый дешёвый, самый вообще, я не знаю, галимый кофе, чисто чтобы вот кофе делать людям. Ну, отвратительно. Вообще я не могу. И ещё он мне дал, вот такой, говорю, с собой. Он мне дал, вот у меня апельсиновый сок просто, ассоциация в Макдональдсе в таком дают. И я же сразу пить, и сразу такая раз думаю проснуться. И сразу с трубочки херакс, а он кипяток. Вот бывает люди делают кофе холодный, блин, уже он остывает через 2 минуты. А бывает просто кипяток, я обожглась, я весь рот, представляете? Я попросила его добавить ещё холодного молока, ещё сахара, но всё равно этот вкус отразительный, кофе не перебить. И потом он будет у меня во рту. Ай, мерзко. Сейчас до ближайшего нормального кофе дойду и этот выкину. Ещё и цены здесь, ну, как бы 150 рублей кофе. Ну, как в Макдональдсе, в принципе. Ну, не огонь, конечно, там не сильно супердорогой, есть подороже, по 300 рублей кофе. Но вот такой галимый, я считаю, дорого. Потому что у нас здесь на улице, блин, продают за 120. Офигенный кофе, ну, просто до него ехать надо. Ну, я здесь первый раз взяла, больше брать не буду. Зашла в аптеку. Зашла в аптеку, говорю, вообще хуйня. У меня здесь губ заговариваются. Зашла в аптеку, говорю, да, я поняла, что я ещё кучу витамин С. Она такая, а его забрали. Вдруг тут тухнет свет, я говорю, ага, значит, витамин С забрали, свет потух, и включается сигнализация жёсткая вообще. И говорю, так, ладно, я пошла. Она просто такая внутри громкая, там просто крутится. Ладно, тут мы попозже, витамин тут С. А вот мы встретились с моим братом и моей племяшечкой Настюлькой. Привет! Папка пошёл в магазин, мы его ждём сейчас и поедем на роботов. Пришли, смотрите, с 20 декабря по 27 января. Будут проходить роботы, так что сейчас пойдём, покажем, что там чуть-чуть. Стоимость приехала. Девочки, мы на роботах, и первое, что нас встречает, вот такой вот робот, который будет делать кофе. Я включу себе такого робота только. Давайте посмотрим сначала, как он делает кофе и вкусный ли кофе. Ну-ка. Пошёл, пошёл. Берёт стакан. Монди. Монди. Спасибо, Монди. Сейчас я попробую, подожди. А куда он даст? Вот сюда. Ой. Слушайте, это техника супер. Так, ставит мне кофе. Жалко, он большой, место много дома занимает. Такие роботы смотришь по телевизору. Там вообще просто офигенные роботы. А здесь, как будто, знаете, мы в прошлом. Реально здоровается с тобой вес? Да, я же прикололся. Ля-ля-ля, малая. Стоиток. Он поменьше. А левая? И левая, ля. А если я руку дам поцеловать мне? Смотри. Нет. Ну не надо так со мной здороваться. Поцеловать руку надо. Целуй. Слушай, а руки тёплые. Там как будто реально человек. Руки тёплые. Там палец. Там палец. Там человек. Квиталик там человек. Я думала, там робот палец. В смысле чё? Там палец. Лапы. Да ладно. Да. Вы знали, что там человек? Нет. Первый раз. Это первый раз. Я хочу рассказать, что наш пресс проигрывает. Привольный прозер, я вас знаю. Спасибо. Передайте привет. Привет. Меня узнали. Вот здесь точно не человек. Настя, давайте я вам тоже расскажу. Расскажите, мой, мой робот. Так. Нас ещё катают здесь деток. Ой, это робот. Я думала, сейчас покатится. Это робот. Настя, вам нравится? Вам нравится, детка? Робот старается. Я тоже хочу послушать. Так, пока папуля на что-то отдыхает. Что делает Настюля? Давай. А, музыкальные фрукты. Ты музыку создаёшь, Настя? Да? А дома могут так овощи и фрукты? Могут. Знаешь почему? А что, надо держать вот тыкву, да? Да, надо держать тыкву. Она нас заряжена на плюс. Все остальные фрукты и овощи заряжены на минус. То есть, как батареечка, мы через себя пропускаем маленькое количество, абсолютно безвредное. Держи. То есть, если я буду держать, а она будет пикать, то это не работает, да? Если вы будете держать, а она вас возьмёт за ручку и будет двигать, то будет играть. А, ничего себе. То есть, да. Вот попробуйте. Давайте я вас так беру. Давайте. А вы нажимайте на овощи фрукты. Да. Классно. Немного у него, да? Рыба. Плавает как настоящая. От моего настроения обушки сидела сразу. А ну, сделай себя слой, быстро. Надо злить. Надо прям мыслить. А, извините. Злить по-настогаче. Вот, опускаются. Видишь, реально работает. Вот такие интересные ушки. Реагируют на чувствительные танчики. На микросигналы вахнули. Нет, слушай. Они беспокоятся. Уши беспокоятся. Да, я хочу радость. Подожду. Улыбаться, смеяться, подумать о хорошем. И они через какое-то время должны... Сложно после его ударов подумать о хорошем. Ну, да. Вот, они начинают потихонечку. Больно. А вот и радость. Супер. Вот, смотрите, как взрослые люди развлекаются. Ну что, Денька пришел с садика. И у Деньки был утренник. Что Денька заработал? Какую-то вообще игрушку огромную. Он с ней шел вот так вот пешком. Не давал ее мне никак. Чего? Я хочу показать. Какой ты меня толкаешь? День. Я хочу показать твою игрушку. Что тебе там подарили? Дай посмотреть. Дай позырить. Ну, дай позырить. Ну, ладно, ешь. Еще нам подарили вот такой вот пряник. Принесли классный. Денька был в этом костюмчике. Он его не снимал, кстати, классно там. Ну, я видела по онлайн-камере. Так, что нам подарили? Да я только посмотрю, покажу. Вот. Какой-то пластилин. Формочкой. Сейчас будем открывать. Сейчас будем открывать. Короче, он понял, что такое подарок. И вот вообще в руки мне не дает его. Ну что, мои крошки, вот и Новый год. Да, я снимала просто прямой эфир. Мы с девчонками в прямой эфир. Значит, вошли вместе в 2019-й, взявшись за руки. Мама сделала небольшой столик. Оливьешечка у нас, мяско, колбаска, помидорки. Ну, по минимуму мама, то, что ей можно есть, она ест. А то, что есть нельзя, ем я. Я не накрашенная. Я в домашнем. Мама даже у меня накрасилась такая, ну, тоже домашняя, но такая хоть при параде. А я не при параде, потому что я все откладывала, откладывала на потом. В итоге сына два часа укладывали спать. И просто он энергию все забрал. У нас уже 15 минут фигачит салют. Смотрите, просто невероятный вид с окна. И фигачит вот так вот прям салют по периметру. Сейчас он чуть-чуть притих. Ну, просто он везде, во всех углах. Короче, стреляет и там вдали, и здесь вблизи, и у нас уже тут, и близко, и далеко. Короче, везде салюты. Ну, в общем, я чувствую, что 2019 год сулит нам очень много всего. Исполнение всех наших желаний, мечт. Вот. Я почувствовала силу, мощь, с которой мы вошли в 2019. Вот. Мы уже хотим с мамой спать, если честно. И я уже выпила даже кофе, чтобы не спать, часов в 6 вечера. Сейчас мы кушаем плотненько. Я голодная. Все, пока там сниму, пока там сниму. Кушать не могу нормально. У меня уже все остыло. Сейчас я покушаю. Мы не пьем, кстати, на Новый год. Мы пьем сок. Мама мне грушу налила себе, персик или что-то там, мультифрук. А, компот. И сухофрук, да? И вот это мы едим и пьем. И сейчас мы включим ТНТ. Послушали Путина, включим ТНТ. Чуть-чуть посмотрим. Побьет фонтан. Там вот, я имею в виду, салюты. И, наверное, пойдем спать уже, потому что мы... Ух, я корейсь, как говорила бабушка. Ну, а вас всех с Новым годом. Я вас всех люблю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!